В декабре прошлого года мне открыли доступ к выхождению курсов цифрового сертификата. Это государственная программа подготовки людей до 65 лет к будущим технологиям, так как рабочие металлические специальности будут не нужны, как они говорят, как государство нам в последнее время, мне разрешили прохождение, то есть сначала мы не хотели начать проходить курс, как таково отказа не было, но разрешения тоже не было, поэтому я ждал, когда они посовещаются, и государство мне одобрит прохождение курса. Менеджер за буквально три дня до нового года мне дал добро на прохождение курса, как бы сказал, что это как бы подарок на Новый год. Но все дело в том, что у меня просто среднее общее образование, а без среднего специального или высшего там нельзя пройти курсы. Хотя черным по белому написано, что это ДО и ДПО. ДПО – это дополнительно профессиональное образование для тех, кто проходил какое-то высшее заведение. Высшее образование у кого есть, среднее специальное у кого есть. А ДО – это практически человек с улицы, это тот, кто окончил 11 классов, то есть окончил школу. То есть получается по ихнему, ну по государственному, что человек со средним образованием, то есть может только пойти в дворники или в грузчики, там, вот что-то из разряда рабочих специальностей. То есть, ну как вот вообще по-вашему. И получается за три дня до начала курса я выбрал вот дизайн, мне отказали, то есть меня отчислили. То есть три месяца назад мне дали добро, ну где-то три месяца назад, да. А вот буквально за три дня, то есть это 14 марта, а курсы должны начаться 17 марта, меня отчислили, как-то написано было, отчислили. Ну и отказали в прохождении полностью. То есть на данный момент уже апрель, статус там у меня стоит в личном кабинете, что я прохожу курс и не смогу новый взять, ну любой другой не смогу, так как я уже использовал свой шанс войти в диджитал сферу. Вот. Но войти в обучающую онлайн-площадку я не могу, мне нельзя это сделать, так как меня отчислили. То есть у меня нет прав на прохождение курса. Но как бы я как бы шанс использовал. Вот. Благо в данный момент есть куча, просто реально куча мест, где можно, в принципе, учиться в самоизоляции. Вот. Или в карантине. Ничего в этом веселого, конечно, не вижу. Но, я извиняюсь, они будут на порядок лучше, чем эта государственная программа. Вот. То есть мне совсем непонятно, почему человек со средним образованием не может у них отучиться. Хотя эти курсы, они до 65 лет, может любой отучиться практически человек. Потому что мир меняется, диджитал сфера сейчас на первом месте. И нужны будут программисты. И вот. Все в этом ключе. Ну, так как сейчас карантин и самоизоляция, море площадок, где можно отучиться не хуже, мне кажется. Ну, как мне кажется. Я зачитаю, какие есть курсы сейчас. Гикбрейнс открывает доступ к более 30 курсам. Гнотология, в свою очередь, открыла бесплатный доступ в библиотеке мини-курсов. Совместный проект Сбербанка и Гугл для начинающих предпринимателей бизнес-класс. Школа дизайна и иллюстрации предоставляет доступ к 46 курсам до 17 апреля при регистрации. Издательство Альпина Паблишер открыло доступ к 70 книгам на своем сайте и к 64 на Алиптрейсе. Для этого необходимо ввести плавокод GIFTS Take Home. А также онлайн школа Skillbox открыла доступ к 6 курсам до 1 мая. Здесь и дизайн, программирование, а также курс по YouTube при участии группы Little Big и Ильи Пусикина. Вот, пожалуйста, куча курсов, можно учиться. И не хуже государственных, так сказать, а у некоторых даже сертификаты и, в принципе, поддержка государственных программ. Цифровые сертификаты 2035 и Центр занятости, они не дают отучиться людям на компьютерной специальности. Будь то дизайн или все в этом ключе. Не дают отучиться. В общем, нам бесплатно, мы должны только за деньги проходить частные курсы. Я не понимаю, где логика. Если человек отучился на, будь то среднеспециальном, будь то высшем образовании, наверняка им эти курсы не нужны. То есть они уже повысили квалификацию, их везде практически возьмут, да и им повышать квалификацию уже не нужно. Человек со средним образованием не может сам самостоятельно найти работу на каких-то там, пусть дизайн каких-то сферах или программирование, например. Вот. Все в таком ключе. Все в таком ключе. Все в таком ключе. Все в таком ключе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok